Олег Борисенко участвовал в боевых действиях на территории Чечни и Сирии. В Тамбове он много лет руководил военно-патриотическим клубом «Русский». Сейчас против него открыли дело за дискредитацию вооруженных сил России из-за двух видеороликов. В первом он призвал своих бывших воспитанников клуба не идти воевать в Украину. Что вы хотите добиться? Сколько будет продолжаться и ради чего все это продолжается? Неужели непонятно, что все, что вы сейчас делаете, вы наполняете землю Украины к нам, к русским людям ненавистью? Такой, который не испытывали, наверное, они к немцам во время войны. Сколько тысяч людей нас миллионов ненавидит. Во втором видео он обратился к губернатору Тамбовской области и предложил ему съездить на кладбище, посмотреть на могилы погибших в Украине солдат. Сейчас Борисенко находится в Тамбовском СИЗО. Его арестовали на два месяца. Если ты такой *** патриот, считаешь, что надо вести эту войну, надо ехать убивать там людей, чё ты свою *** до сих пор здесь булки мнёшь? Собирайся, ***, а? Нет, не хочешь? Ты лицемерная ***, я тебе отвечаю за свои слова. Возьми, посади свою толстую *** в личный автомобиль и *** в Полынковское кладбище. Там могил пацанов, ребят молодых полно. Скажи, если ты не лицемерная ***, ты бы хотел, чтобы среди этих могил была могила твоих детей? 8 июня в Головинском районном суде Москвы начался суд над Олегом Орловым, учёным, правозащитником и одним из основателей мемориала. За антивоенные пикеты и высказывания Орлова уже несколько раз штрафовали, а теперь обвиняют в повторной дискредитации армии России. Из-за публикации в Фейсбуке статьи «Они хотели фашизма, они его получили», в которой Орлов осуждает российскую агрессию. «Наказание может составлять до трёх лет лишения свободы. Дело заключается в том, что та статья, по которой она сводит, не соответствует даже Конституции Российской Федерации, статья 29, которая предусматривает свободу слова. Таким образом, Орлов привлекается к ответственности всего-то навсего за свою антивоенную позицию». Глава комиссии Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала членов организации поддержать российских правозащитников и активистов. Суд над Олегом Орловым она назвала пародией на правосудие. Те путинские силовики, те путинские судьи, те путинские прокуроры, те путинские полицейские, которые преследуют участников гражданского общества Российской Федерации за то, что те реализуют своё право на свободу собраний или свободу выражения мнений, должны как минимум попадать в санкционные списки Европейского Союза. «Происходить это должно автоматически. И законодательство санкционное, оно уже установлено в Европейском Союзе и действует». Во многих регионах России следственные изоляторы, в которых содержатся женщины, переполнены. По словам российского уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, обвиняемых часто сажают без весомых причин. А правозащитники подчёркивают, что условия содержания в российских тюрьмах бесчеловечные. «Принимают вот эти чудовищные законы, приняли эти чудовищные законы про фейки, про российскую армию. Прибавилось количество заключённых, людей, которые занимались антивоенной деятельностью, ну и, собственно говоря, у них очень нехорошие условия содержания в том числе. И зачастую вот этим активистам делают пыточные условия содержания». Всего в российских СИЗО содержится 110 тысяч человек. Среди них женщин 10 тысяч, а детей 700. Юлия Биль для телеканала Freedom.